6 половины представляете офигеть число то сегодня такое 28 1046 договаривались на 11 соответственно позвонил сказал что опаздываю маленько кольну ждем и звонил дяденька 0 и дяденька не знаю вроде дяденька 4 семерки последние ведь у вас экскаватор погрузчик есть игну вчера был говорю вроде как надо покупать его где в рублево ничего не спрашивал не цену я говорю когда надо ну сегодня там к 11 сегодня к 11 часто найдешь сегодня к 11 трактор а вчера ты не знал что тебе на трактор да только сегодня до тебя дошло не знаю может резко на понадобилось так короче факт тот что я говорю нет я не ненай не могу я занялся завтра глаза только после огнем но после пяти уже поздно ну тогда ничем вам не помогу а у вас горит есть же это гидро бур лунки бурить по столбам и все еще взяли вроде же объявление было написано он объявление он мне звонил не черзавито дать он мы с ним что-то делать давно и у него походу делал мой тогда номер просто записан наверное бур там или чуть-чуть короче не знаю кстати рублева буром будет стрелиться там глина ну а у меня нету быстро съема который я сломал так что это съема нету значит и и нету гидро буро после пяти ему не надо а я значит не могу такое время когда мне ну вчера что минус был сегодня плюс 6 половина блять ну дождь идет это очень плохо для копания для меня фигово это все лучше как вчера был минусу солнце светило ладно че уже как есть так есть будем будем что-то как-то копать пытаться давай быстрее ну да там до 32 ты уже поэтому и не едешь потому что знаешь да что там до 30 секунд вот человек знал что здесь на 30 секунд стрелка выключается он не ехал повороте пока выключим чтобы не тикал там был коммент насчет что ты часто зарастовать зарастаешь типа че ну типа я так понял по тому поводу что у чувака от эриксе мост наявнулся ну да я рад что им что у него мост наявнулся не рад что у трактора мост сломался я не за трактор рад я затрат за не рад за него что у него сломался то что он не будет по 2 500 копать потому что стоимость запчастей нихуя по 2 500 рублей работать не получается чтобы ремонтировать его а вот теперь он после того как он это сделал это у него случилось после головой поймет что работать надо по другим ставкам когда он узнает стоимость запчастей а пока трактор вечный и с ним нихуя не будет и он будет копать за бесплатно но чё там типа соля ручки залил поехал поработал этот человек я же потом я уже я же знаю кто это он работал мчс сейчас на пенсии каким-то там каким-то там короче ну кто там я не знаю ну какой-то сидел в кабинете может начальник мне тогда я рассказывал это манипулятор щек но ванек он его знает по работе вот и он купил это тракта собрался и он поехал за манипулятором в питер манипулятор типа не нашел и купил тракта тогда это было там ну три года назад наверное или что-то такое вот что трактор с виду вот так вот смотришь на него там с пяти метров он как новый то есть он реально просто блять но он слабоват иркс он слабоват по всем параметрам он просто слабоват там где я копал колодец вот чуваку мы ставили септик опускали которого всплыл и он говорил что я бы этот вот сломался ты рисунку да он тут скалу хуярил толкал я бы так нельзя толкать стрелу то скалу блять ну бульдозерить нельзя вот он бульдозерил горит блять все делал ну конечно не после него сломался трактор и к тому что неправильная эксплуатация но он сам по себе тонкий этот перед подойдите к стрелек заднего все посмотрите оно все тонкое хлипкое какое бульдозерение какое бульдозерение за мной едет танк 500 это с моей деревне сосед который из окна своего видит мою сканию тогда он когда короче начали они меня вызывали типа устроили мне battle здесь человек что у тебя здесь будет а сколько у тебя в машин и он говорит я типа скажу своим адвокатом у тебя землю отберут типа нецелевое использованные земли типа сделаем но я так как как бы в душе это посмеялся в открытую я ему не сказал конечно но мне так смешно стало и тогда а сейчас бы я просто выражал бы забыр да хуя с 2 тебе чё получится это просто нахуй грибы от сосиновики а тогда я просто это схавал не стал обострять ситуацию чтобы просто промолчал думаю да да давай давай причесывая дальше у него танк 500 тогда не знаю у него я не знаю кто он такой я не пробивал кто это вот вот он сейчас едет за мой на этом танки 500 вроде как он 996 номера то есть две девятки одна шестерка сатанистский знак видите две девятки почти перед подши зашифровались и перевернулись в девятке должны быть это две шестерки то есть сатана он как бы маскируется это я сам не придумал это я говорю со слов когда я жил но есть запчастями в ригу я жил у латышей они верующие да и вот мне значит рассказывали пацаны которые здесь латыши были я с ними ездила и вот пока я ехал не рассказывал что про эти цифры потому что у него было тоже какие-то подобные цифры в номере и он ведь а номера поменял я почему он говорит ну вот там был у меня что 996 и это все рассказал мне а я просто вам рассказываю ну я это не сам придумал и сам выдумал я просто что услышал то донес до зрителя может кому это кому-то это будет полезно кто-то специально три шестерки номера берет кто-то три девятки я я не знаю я просто вам сказал а кто-то видео так вот видит там 969 или 996 или 699 и он видит в этом ну как бы сатанистский символ короче уже забыл чертами он перед этим разговаривал едем дождь конечно нам не в помощь нихуя ну варить то еще скажем так себе дождь не сильно можно было варить в маску просто попадает капли воды и когда варишь ну ничего не видно ничего не видно она расплывается это капля и и хана сколько мы едем девять минут еще не доехали до базы значит это 10 минут я прямо у дома включил но я еду просто спокойно вообще вот тут вся в несколько кто-то два-три человека въебались в отбойник вот так вот ехали поворот так замерзший сама дорога нет она же теплая как бы асфальт а тут-то висит волнула бы на сына с нас и и солнца не было и на повороте я промежутки следы в об отбойник тормоза и все я ехал меня здесь пин кинула за просто вот так вот шевыронула не знаю что такое почему как бы я ехал медленно 50 это меня за дом кинула а кто-то в отбойник въебался я в другой страны тоже были следы такие но не знаю вроде до отбойника может и не доехали что опасная эта тема с этой зимой дереверка так он меня спросил есть трактор или нет я сказал что вчера был сегодня есть нет и целый или нет так ну сам он есть сегодня есть сегодня ну так первон первоначальный осмотр целый олега сядя на смене сейчас надо заправиться не знаю сколько схавал он меня заведемся все едем опаздываем конечно ничего страшного 1221 это не обрисчитывающий все еще ехать минут 15 погода мне как бы планировалось что не будет осад заказчик говорил все чисто и должно быть по прогнозу что-то я не вижу ну ладно будем что-то делать копать так вот у этого лёхи нью-холланд тогда вот он купил этот нью-холланд за 1,8 ляма то есть он на гидромеке тогда на этом работал который ну человек продавал я не знаю почему гидромек этот не купил себе без понятия еще раз повторяю не знаю но я уже это рассказывал может кто-то слышал кто-то не слышал то есть этот гидромек на котором я пробовал я не мог его оценить его качество потому что я снимал только обладародный слой и я не ну тем более первый раз в жизни сел за такой трактор то есть у меня был юмз на тот момент по моему было ли еще не было даже юмз я ну я не понимал что я делаю честно говоря вообще ну как бы ну прикиньте первый день один день всего у меня было ли два дня что я там я ничего не мог понять и короче когда прежде чем дать хозяин гидра мне хозяин гидромека спрашивал то лёху типа ну чё он типа вообще может на можно ему давать тот куда да в принципе да понимает хотя этот лёха я отвечаю он он сам у него тогда была стажа пару месяцев он ну как бы это может быть полгода или может год максимум он нифига вот сейчас понимаю он ничего не мог делать тогда вот я видел сейчас я понимаю что ничего не понимал что он делает потому что мне тогда хозяин рассказывал что он поехал на вызов копать канаву накопал так на грунт дальше толкать а он засыпал так все вокруг что уже и грунт не туда девать это слова хозяина гидромека но это не я придумал я не знаю как это было что типа он не понимал как копать и накопал так что все завалил вокруг а грунт наложить еще надо куда-то а ложить его нет вот так вот он купил этот new holland за 18 он продавался что еще вот у него как-то года два назад new holland что-то гидравлика что-то заводит там что-то случилось я не знаю что это его слова ты познаешь кто-нибудь может сделать его я говорю я не знаю позвони королюку говорю он же говорю спец по new holland попробуй с ним поговорить может он что-то поможет кто меня встречают это через месяц он так и работал с этой гидравликой наебнутой я встречаю через месяц типа ну чё сделал да нет типа ну типа придрочился так работать что у него было я не знаю с гидравликой но его не устраивало что что-то у него что-то случилось было по-другому потом что-то случилось сейчас я не знаю у него как она всегда ведет он как бы ну я не слышал чтобы у него были какие-то крупные поломки он медленно все делает медленно медленно понимаете вот это все он опустил там е я я видел как он это делает видел я как он это делает то есть ну вот я конкретно был на минике копал там по 3000 он в тот момент вот в начале сезона да в июне он по трешке в июне в июне вам по трешке был он всего на 500 поднял на 500 поднял я видел как он это делает он делает так ему сказали будут опустить протолкать он сделал это сюда он это сделал у типа он не запаривается там ему думать не надо сказали это так сделать он так и сделал такая у него схема я видел с какой он скоростью это делает может он может быстро я не могу знать этого но то что я видел видел это так блин там трубка на это кольцо задрали бля хули все елым через это кольцо а там вот один ряд потом конечно мы в 3 в 3 в 3 полосы встаем хотя там вообще всего две полосы вообще-то же одна полоса пойти по идее мы стоим в 3 года поворот и вот мы стоим вернице она там работает 30 секунд ну хули тут за 30 секунд как ты повернешь потому что там вот каждый то туда едет тут сюда блять едет и и конечно же из-за этого получается все это долго менжуемся заправки которые выезжают они первые должны ехать они тупят не выезжают эти их пропускают и начинается вот это вот хуйня мойня непонятная ну сегодня вот мне повезло я пас на последний секунд заехал то есть вроде не сильные но но есть у меня здесь тухли мои литовские с литвы привезенные 300 лет им побед здесь шамки я взял вроде как ничего не забыл ехать здесь по району недалеко вон тут те дома сколько я еду уже еду 7 минут с базы 2 500 туда 2 500 назад вот мой бокс камаз мой стоит ну видали резко красный загорелся просто бах и красный загорелся даже не мигнуло ничего тут тоже аварии постоянно раньше были постоянно эти заборы сносили летят по мосту сука вот только сейчас поставили знак типа налево направо движения раньше этого не было летят блять в этот забор еблась и туда в гаражи нахуе полетели фура летит летит оттормаживается не успевает входит в поворот и там между столбами туда вниз блять повисло там епта столько было тут чудес всяких заборы остановили было недавно тоже вот только первые какие-то заморозки были недели две назад или три и там на повороте ну вот здесь вот сейчас вот едем бортик то в принципе такой не совсем низкий каким-то образом кроссовер перелетел и вот там блять ну как стоял как он вниз туда в гаражи не улетел он вот здесь вот стоял столб вот захуячил и вот там вот валялся короче как в гараже туда не упал вниз вот там токаря тусуются эти вот которые которые мне точили с которыми я вот были у меня проблемы синий бокс их там еще у него это весь ряд его можно сказать там авторинок а вот достоевского нам сюда детская поликлиника как раз он сказал в пятиэтажке а там в пятиэтажке очкир живет это мой корич то маляр то сашок александр я вторую ваткнул не знаю одну поеду блять не вот это лискание сука ехала в прошлый раз блять хуя на второй без турбины не хочет ехать турбина не пробувает прям видно поедем на первый нормально потихонечку вот такие подъемы видите там низко здесь высоко то есть все дома стоят на горах соп у нас называется сопка не гора а сопка не гора а сопка а вот даже тут высота вот смотрите четыре блока четыре блока высота ну один в земле вот такие перепады здесь везде по всему городу такие перепады а нам вот к этой пятине вот вот туда куда-то какую-то лестницу они там строят я говорю я там с 10 метровым тралом то помещусь ну и да да типа ну хз конечно сейчас посмотрим вообще это реально блять на 6 по исламски написано там что-то 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 ну да вон какой-то отралом прочертил себе дорогу ну и где тут встанешь в очкира бмв стоит тридцать тридцать девятый хз где-то встать находит